здравствуйте мои дорогие подписчики добро пожаловать на наш канал не забудьте подписаться на наш канал поделиться нашим видео и включить уведомления чтобы первым узнавать о новых видео когда оси видит что часура похитили он бежит за ним но не может догнать несмотря на то что она злится на ямана она все равно идет к нему и сообщает что джесура похитили и просит о помощи яман собирался сказать ей что помнит похитителя в доме рюи и кем он был когда звонит в дверь и он видит в панике оси он бросается искать часура яман узнает что джесура похитили из-за таблеток аллах устраивает вечеринку а чагла чувствует себя плохо на этой вечеринке и звонит рюэ чтобы поделиться этим затем он сообщает рюэ что аллах раздавал таблетки всем на вечеринке когда рюэ расслабляет рассказывает об инциденте яману яман разрушает вечеринку затем якуб со своими людьми совершает набег на отряд и берет рюэ в заложники роя очень напуган и говорит яману якуб у оставить рую и забрать себя когда якуб покидает рюэ он кричит аллаху чтобы тот забрал отсюда девушек мисс неслихан и мистер сирхан сходит с ума от любопытства до утра господин сирхан ждет ямана в доме ася и утром яман приходит туда раненый потом он упрекает ямана ты нас так напугал где ты был все это время и они вместе идут домой и кир и госпожа шебнем очень боятся что иман все запомнит и не знают что делать аллах сообщает гэжи шебнем что иману теперь будет нелегко кончить у него горло приставлен нож у двери госпожа неслихан встречает ямана очень напуганном и разгневанном состоянии и злится яман очень удивлен этим гневом и кричит ты пытаешься избавиться от боли материнства которую ты не могла сделать все это время госпожа неслихан очень злится на ответ ямана и дает ему пощечину получив эту пощечину яман идет в свою комнату в растерянности и печали пока он пытается переварить пощечину госпожа неслихан приходит в свою комнату и одевает ямана после той пугающей ночи аллах рядом с рюей пытается настроить ее против ямана руя лежит в своей постели чувствую себя замкнутой думая что чуть не погибла из-за ямана и не хочет разговаривать с аллахом яман хочет поговорить с рюей о том что произошло но рюе очень реагирует на него не хочет слушать ямана и говорит вещи которые причинят ему боль когда элькер и шебнем слышат новость о возвращении ямана они снова начинают беспокоиться элькер угрожает шебнему что если я сгорю то сожгу вас обоих при этой угрозе шебнем бьет своего брата каким-то предметом по голове когда он пытается подняться по лестнице нокаутируя его услышав звук рюе выбегает из своей комнаты и зовет мать госпожа шебнем говорит что звука нет и должно быть ей это приснилось и отправляет рюе в свою комнату затем он заклеивает рот своему брату элькеру связывает ему руки и ноги и несет в подвал куда бросили ямана али когда эман был с рюей рюе не позволяла яману говорить потому что она была очень зла покинув рюю она встречает ааза и пока они снова сражаются с алазом рюе приходит и снова злиться на ямана когда алаз видит эту ситуацию он становится более уверенным в себе и хочет быть ближе к рюе с другой стороны яман пообещал выплатить долг джесура чтобы выплатить этот долг он открывает сейф своей матери и хочет получить деньги однако в последний момент он берет себя в руки и отказывается от денег с другой стороны пока и джи гуляет по саду она видит что элькер ушел он уже подозревает элькера потому что знает о ране на его ноге он хочет побежать и ману чтобы сообщить ему о ситуации однако его сердце не позволяет этого и он падает и теряет сознание в этот момент яман видит и джи обнимает ее и отвозит больницу и джи восстанавливает свое здоровье однако вместо того чтобы рассказать яману о том что произошло он рассказывает своему отцу сир хан же не хочет верить тому что слышит яман напротив хочет развеять свои сомнения потому что знает что один из похитителей выходец из саланов увидев действия и борьбу своей матери он больше не подозревает свою мать однако он продолжает с подозрением относиться к своим дедушки и отцу идя к матери чтобы попросить долг чесура он с подозрением относится к разговорам деда по телефону когда его дедушка выбегает яман начинает следовать за дедушкой они к матери однако учитывая что джи сур яман не может выплатить долг он сам отправляется к якупу когда оси сообщает яману о ситуации яман немедленно идет в мастерскую якупа он выламывает дверь и открывая ее видит своего дедушку с рефа бея с рефбе пришел в мастерскую якупа раньше ямана и очень сильно избил якупа и его людей яман не знает что делать с увиденным они берут и шрефа бея ямана и уходят оттуда когда они некоторое время болтают то что говорит господин из реф не является словами человека который хотел бы похитить своего внука таким образом сомнения в ямане были сняты с и шреф пея остался только его отец сирхан бей когда он идет домой он болтает с матерью в своей комнате после очень эмоциональной речи яман не выдерживает и называет госпожу неслихан матерью когда госпожа неслихан слышит эти слова от ямана она становится самым счастливым человеком на свете с другой стороны алас готовит рюй сюрприз чтобы признаться ей в любви однако когда кагла думает что рюзгар сделал ей сюрприз и идет вечером в клуб она понимает что ситуация не такая как она думала он покидает клуб когда рюзгар ругает его он видит рюй снаружи и говорит что алас украл наркотики понимая что яман невиновен рюйя сожалеет о том что сказала яману однако он идет в клуб потому что хочет преподать алазу урок когда алаз собирается признаться в любви рюйя рюйя берет микрофон очень сердито ругает алаза и немедленно идет к яману рюйя извиняется перед яманом и идет домой тем временем яман продолжает следовать своим внутренним сомнениям когда сирхан бей приходит домой яман в саду говорит отцу что виновниками похищения детей скорее всего являются самые близкие ребенку люди сирхан бей объясняет что ему не следует беспокоиться об этих вещах и что сейчас он со своей семьей в этот момент сирхану бей звонят по телефону яман теперь начинает очень подозревать своего отца после этого он следует за своим отцом его отец ходил в ночной клуб яман следует за отцом и видит куда он идет когда она видит что человек которого встретил сирхан бей это элькер который ее похитил все ее сомнения исчезают вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев не забудьте подписаться и включить уведомления чтобы увидеть больше видео увидимся в других видео береги себя пока